Я четыре страны поменяла, начинала все сначала, и очень хотела добиться какого-то успеха в этой жизни. Я ощутила себя в какой-то момент, перед тем, как встретить школу, вот я вот сижу у разбитого корыта. И вот как я не стараюсь, и что я не делаю, оно приходит именно все к тому же. От чего начиналось, что мне не так нравится. И мне очень было трудно, тоже у меня ребенок, ответственность, новая работа и семья. И я вот просто поняла, что как бы я сильно не старалась, я вот не могу изменить своего ребенка. Да и с мужем у меня как бы не очень все ладилось. Да и работу я терпеть просто не могла, но надо было очень это все делать с таким надрывом все время. И вот когда я услышала Геннадия, начала слушать лекции, мне не очень было понятно многое, но почему-то вы мне очень напоминали моего папу. Как-то пахло домом. Так сильно, передать даже не могу. И вот тем больше я слушала, тем больше я на каком-то тонком другом уровне понимала, что мне туда надо, мне просто туда надо. Я не понимала, зачем мое эго просто с ума сходило. Я не могу оставить ни ребенка, ни мужа, ни работу, ни в коем случае. И вот на первом АК у меня случился жуткий пожар. Я думала, это горит дом, который мы арендовали, и у нас нет страховки. Это был вообще, ну просто ужас. Я так испугалась, мне команда так сильно помогла, поддержала меня. И муж у меня занимался таким, ну не тем бизнесом, короче говоря. Я ждала визу, и я думала просто, что я попаду в тюрьму. Это было что-то. Мне Юля Волкова очень сильно помогала, меня вообще вот тружевала просто, и развод, и все что угодно там пахло. И на улице, и в тюрьме, и куда угодно я уже думала, пойду. И каким-то образом оно так все разрешилось, вот так вот просто само собой, вот просто. Все стало просто и ясно. Ушло все, что не надо, осталось все, что надо. С мужем мы помирились, у меня совсем другие отношения сейчас с мужем. И на ребенка я уже смотрю как-то по-другому, больше места внутри стало. И вот я такая счастливая, я вот не могла поехать на двухнедельный, я точно знала, что я не могу. И я подумала, на ретрите были такие два момента. Так тихо-тихо, такая мысль пришла. Господи, так интересно. Вот ты ненавидишь свою работу, да, и больше всего боишься ее потерять. Странно. И потом еще-еще, как-то я вот тоже такая мысль была. Я с детства искала, я в каких школах я только не занималась, чем я только. Я и психотерапевт, и терапевт, и я работа с телом. Я это все выучила, я годами этим занимаюсь всем. И я думаю, интересно, вот как бы я ни старалась, я всегда, мне что-то не хватало. Всю свою жизнь, вот с детства я это просто знала. И вот мне дают именно то, что я всегда хотела. Я просто это чувствую. Вот я не могу это объяснить, потому что вот мозги мне говорят, мне нельзя туда. Мне надо столько много еще успеть, мне школы две не закончены, мне еще надо на работу поддеть. Ну, куча дел. А вот тут что-то внутри, вот как-то в сердце или из живота, я даже не знаю. Оно такое, тебе дают то, что ты всю жизнь мечтала. Сейчас, все, вот, вот прям, вот создано для тебя. Ага, а ты идешь на работу. Поворачиваешься и сидишь дома там, делаешь непонятно что. Я думаю, да ну его нафиг, я не хочу, это мой последний шанс. Это мой, вот честно, вот как-то, я как ни старалась, 46 лет старалась, из кожи вон лезла. И от всей души прям вообще выкручивала себя. Думаю, нет, прихожу к шефу, говорю, я сваливаюсь с работы. Я не знаю, мне все равно, это какой-то прыжок веры. Я не знаю, как будет дальше, понятия не имею. Единственное, что я очень боюсь, чтобы меня взяли в школу дальше. Я вчера, вот когда мы были на служении, вот когда я пошла этот смузи делать, я такая счастливая была. Господи, я такая думаю, Господи, наконец-то я поняла вообще, что это такое служение, и почему оно так кайфово вообще. Я такое удовольствие получала. А еще такой урок для моего эго. И девочка нам сказала, я там хочу так от души быстро все помочь, сделать. Ну как обычно, все, скручиваешь себя, перешагиваешь, давай скорее, скорее, еще лучше. И она так смотрит на меня и говорит, мир не рушится. У нас все нормально. Присутствие внутри тела. Я не знаю, сколько я лет, она очень молодая. Извини, я забыла твое имя. Мне 46 с огромным, великим опытом. И мое эго, оно так офигело. У меня вообще не было возмущения. У меня была такая благодарность. Я думаю, Господи, да я ради этого только сюда и пришла. Я на этой психотерапии сколько лет. Сама психотерапевт почти уже. Не, серьезно, я в школе уже заканчиваю. Я до этой глубины, я ее никак никому не могу выкопать. Не в жизни я просто этого не вижу. Потому что я думала, что этот кусочек эго, это мое самое, одно из самых больших достижений, что я достигла в жизни. Как я могу и чувствую, все хорошо. А, да, вот это вот хотела сказать. Я вчера, когда вышла, думаю, Боже, если я сейчас думала еще как-то там, что ж такое служение, как это сделать, то мне сейчас вообще все равно, что мне делать в школе. И мне все равно, умею я это делать или нет. Я все равно буду. Я в четырех странах начинала все сначала. Я думаю, я и здесь все равно найду способ, как выкрутиться и это сделать. Мне уже все равно, что. Главное, туда попасть. Мне уже абсолютно все ясно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok